Друзья, здравствуйте! Меня зовут Наталья Носова и мы с вами на канале Дарвиновский музей дети. И как обычно по традиции я отвечаю на ваши вопросы и рассказываю о каких-то необычных живых существах. И сегодня настал черед поговорить о прекрасной и опасной рыбе, которая известна нам под именем рыба фугу. Кто же такая рыба фугу? Потому что часто бывает путаница. Нередко в нашей экспозиции дети видят рыбу ежа и кричат ой фугу фугу. Но на самом деле это все-таки несколько разные обитатели морей. И сегодня мне хотелось бы как раз рассказать о том, кто такие фугу и какие у них есть совершенно потрясающие родственники. Рыба фугу это на самом деле второе название иглобрюхов. Иглобрюховы это целое семейство, которое входит в прекрасный отряд, который называется иглобрюхообразные. Вот так вот незамысловатое название. Иглобрюхообразные это отряд, который пожалуй из всех других отрядов рыб выделяется по невероятному разнообразию форм, внутреннего строения, а также образа жизни его представителей. В отряд иглобрюхообразные помимо самих иглобрюхов ходят, например, кузовки. Совершенно удивительная рыба очень необычной формы. Туда же входят рыбы ежи. Это отдельное семейство, но относятся к тому же отряду. Туда же входят, например, совершенно потрясающие рыбы, которые называются рыболуна. Мы, кстати, рассказывали об этом удивительном уникальном животном. Рыболуна это не только самая крупная из всех костистых рыб, она действительно достигает огромных размеров, может весить более двух тонн, но это еще и самая плодовитая рыба. Она может выметывать за один раз до 300 миллионов икринок. Если вы еще не видели видео на нашем канале про эту замечательную рыбу, обязательно его посмотрите. Итак, родственники, как вы видите, очень разнообразные. Но давайте более подробно поговорим именно об иглобрюхах. Это семейство. В него входит порядка 190 видов. И виды эти все обитают в тропических и субтропических водах. Большая часть видов живет в морской воде, но есть иглобрюхи, которые освоили как солоноватые, так и пресные воды. Поэтому, кстати говоря, иглобрюхов нередко заводят любители аквариумов, потому что можно в пресноводном, в пресном аквариуме содержать эту довольно интересную и необычную по своему внешнему облику и по своему поведению рыбку. В обычном состоянии иглобрюхи напоминают формой, ну, наверное, или каплю, или булаву, потому что у них очень большая, крупная, массивная голова. Дальше к хвосту тело начинает сужаться. У них большие на выкате глаза. Эти глаза располагаются на морде довольно высоко, что придает иглобрюхам сходство с какими-нибудь жабами или лягушками, потому что у них очень мощные челюсти и у них очень мощные жевательные мускулы. И это им совершенно необходимо, потому что питаются они в основном пищей, снабженной довольно хорошей внешней защитой. Ну, например, различными ракообразными или моллюсками, тела которых защищены панцирями или раковинами. У иглобрюхов нет жаберных крышек настоящих. У них есть жаберные отверстия, которые располагаются рядом с грудными плавниками. Они такие вот почти незаметные. У них отсутствуют некоторые кости, которые присущи другим рыбам из других отрядов. Например, у них отсутствуют некоторые кости черепа, присутствующие у других рыб. У них отсутствуют кости тазового пояса. И у них очень маленькое количество позвонков. Как правило, не более 20, а у некоторых видов даже и 14. То есть, действительно, количество очень маленькое по сравнению со всеми другими видами. У них очень необычные зубы. Ну, поскольку я уже сказала, что питаются они довольно хорошо защищенные добычей, то эту добычу, чтобы добраться до нее, нужно разгрызать. Поэтому их зубы трансформировались в такие очень мощные зубные пластины. Научное название этих рыб переводится как тетраодонтида, что означает «четырех зубы». И в них действительно четыре зубных пластины, две сверху, две снизу. Они очень прочные, они очень острые. И они растут, как, например, у грызунов в течение всей жизни. И это им совершенно необходимо для того, чтобы нормально питаться. Вот, кстати, в случае аквариумного содержания, если владелец аквариума не в состоянии предоставить своим иглобрюхам подходящую достаточно твердую пищу для того, чтобы они стачивали свои зубы, эти зубы периодически приходится подстригать. Вот такая вот непростая задача. Что еще нам про этих рыб хорошо известно? Известно, что они умеют надуваться. Вот поэтому их часто путают с рыбами-ежами. Это у них общее такое свойство, потому что они в момент опасности способны заглатывать довольно большое количество воды. Ну, а если они находятся в воздушной среде, это воздуха. И они раздуваются и становятся похожи на шар. Ну, вот если рыба-еж это такой прям колючий шар, то у иглобрюховых нет таких огромных шипов. Они выглядят скромнее, а раздуваются они в основном за счет более эластичной кожи, которая находится на брюхе. При этом они становятся совсем неаппетитной добычей. Если даже в голову какому-нибудь хищнику придет эту добычу проглотить, то ему, наверное, будет не очень здорово. В лучшем случае, наверное, будет просто неприятно, и эта добыча обдерет ему весь пищевод. А в лучшем случае хищник может просто погибнуть, задохнувшись, поскольку рыба будет раздуваться прямо у него в пищеводе и перекроет ему дыхательные пути. Иглобрюхи животные территориальные, и они очень старательно защищают свою территорию. Почему так происходит, наверное, тоже нетрудно понять. Иглобрюхам довольно непросто искать себе добычу, и, соответственно, на какой-то определенной территории не может жить слишком много этих животных, иначе им будет просто недоставать пищи. Вот поэтому иглобрюхи очень старательно прогоняют всех своих сородичей со своей территории, не давая никому возможности поселиться рядом. Иглобрюхи могут издавать звуки, представьте себе, издают они звуки по-разному. Ну, во-первых, это может происходить за счет той самой проглоченной воды или проглоченного воздуха, когда они выпускаются в обратную сторону. Также они искрежищут своими мощными зубами, они вибрируют плавательным пузырем, и также издают звуки при помощи специальных мышц. То есть их репертуар звуков достаточно богат. Ну и еще одна важная черта иглобрюхов, о которой, я думаю, многие из вас знают, иглобрюхи ядовиты. И действительно, это их черта, которая свойственна почти всем представителям этого семейства. Причем яд, который содержат эти животные, называется он тотродотоксин. И яд этот очень сильный и примерно в 1200 раз более эффективен, чем цианид. Но, правда, это не мешает, например, на Востоке, в Японии считать этих рыб прям таким излюбленным деликатесом. Потому что та самая рыба фугу, о которой наверняка вы слышали, а может быть, некоторые даже и пробовали, на самом деле это не рыба еж, а это именно иглобрюх. Чаще всего это бурый скалозуб или другие какие-то виды из того же рода текифугу. Этих рыб вылавливают, вылавливают в море, их разделывают. Причем их разделывать имеет право только повара, получившие специальную лицензию, поскольку зачастую их внутренние органы, их глаза, а также у некоторых видов еще и кожи, содержат довольно большое количество тетродотоксина. Это нервно-паралитический яд, который воздействует на нейроны и, соответственно, приводит к парализации. Поэтому для того, чтобы иметь право готовить рыбу фугу, повара в Японии проходят достаточно тщательное, длительное обучение и потом, соответственно, сдают экзамены. И тем не менее, несмотря на все эти предосторожности, все равно ежегодно в Японии гибнет несколько человек ежегодно от такого вот очень своеобразного деликатеса. Но, как правило, все-таки, если рыба разделана правильно, она не вызывает каких-то ужасных побочных эффектов. И тем не менее, те, кто эту рыбу ел, говорят, что небольшое количество яда, содержащиеся все-таки в мышечных тканях, оно приводит к своеобразному эффекту. Легкое такое покалывание и онемение губ и рта и ощущение эйфории. Хотя, может быть, это ощущение эйфории вызвано не столько самим ядом, сколько игрой со смертью, которая, наверное, у некоторых людей вызывает множество всяких эмоций и прилив адреналина в организме. И поэтому, несмотря на опасность реальную, все-таки этот деликатес продолжают в Японии есть. Интересно, что тот самый яд, этот родотоксин, который содержится в рыбе фугу, он есть не только в ней, есть и в некоторых других живых организмов. Ну, например, у сине-желтого кольчатого осьминога тоже присутствует этот же тотродотоксин. Этот токсин есть и у многих других животных. Ученые пытались выяснить, каким образом рыба производит этот яд, и оказалось, что рыба его вовсе не производит, она его накапливает из своей пищи. Оказалось, что рыба с пищей получает некоторых бактерий, которые вырабатывают тетродотоксин. Для самой рыбы этот яд не опасен, поскольку рыба хладнокровный организм. И, соответственно, постепенно с пищей этот токсин накапливается, причем больше всего его накапливается во внутренних органах, в печени и в яичниках. Соответственно, рыбу не только вылавливают в море, ее разводят и в неволе, и при разведении на фермах, когда рыба не получала той самой пищи, которую она обычно употребляет, а ее кормили искусственно, оказалось, что рыба теряет свое, утрачивает свою ядовитость, потому что с пищи не получает тех самых бактерий, которые вырабатывают яд. Но, с одной стороны, рыба фугу кажется нам страшной, опасной, хотя на самом деле никто же не заставляет ее есть, пожалуйста, просто можете отказаться от этого очень странного деликатеса. Но среди родственников рыбы фугу есть и настоящие совершенно изумительные художники и архитекторы. В 1995 году дайверы у берегов Японии обнаружили очень необычные узоры на дне моря. Непонятно было, откуда эти узоры, эти необычные круги там взялись. И только в 2014 году нашли того самого создателя, того самого художника, который создает такие необычные произведения искусства. Им оказался тоже иглобрюх. Это небольшая рыбка, называется белопятнистый иглобрюх. Она длиной всего-навсего 12 сантиметров. Это самец, самка меньше. Да, и такое маленькое существо создает на дне моря берегов Японии совершенно потрясающие архитектурные сооружения. Правда, эти сооружения очень нестойкие, потому что строят иглобрюх из песка. Во время строительства он пользуется теми инструментами, которые у него имеются в наличии, а именно под своими половниками и хвостом. Представьте, что сам иглобрюх совсем маленький, его длина всего-навсего 12 сантиметров. При этом те самые круги на дне моря, которые он создает, очень необычные. Они имеют диаметр около двух метров. То есть, насколько они больше, чем сама рыба-художник. Зачем эти круги предназначены? А у них есть определенное предназначение. Сама рыбка очень маленькая, не очень-то заметная, но самцу необходимо привлечь самку для того, чтобы оставить потомство. И вот эти вот круги из песка на дне, они на самом деле являются гнездами. И когда самец достраивает свое гнездо, на это у него уходит примерно от 7 до 9 дней. Строить нужно очень быстро, отдыхать не приходится, потому что, сами понимаете, что замок из песка, он долго не простоит. Это такая постройка, особенно на дне моря, которая достаточно быстро разрушается водой. Поэтому его задача построить, достроить гнездо как можно быстрее. Как только постройка закончится, в гнездо приплывает самка. И в самый центр гнезда она вкладывает свои икринки, которые самец оплодотворяет. Дальше самка уплывает, а самец остается охранять икринки. Вся забота о потомстве ложится именно на него. Вот такое совершенно необычное явление, которое было открыто совсем недавно. Как я уже сказала, впервые такие гнезда были замечены дайверами в 1995 году. Рыба сама была обнаружена, зафиксирована и описана в 2014 году. И известный очень натуралист Дэвид Атемборе описал эту рыбу как самого изумительного, самого потрясающего строителя из всех животных. Хотя, как мы знаем, многие животные сооружают совершенно изумительные постройки. Долгое время думалось, опять-таки, что лишь единственная эта рыба, белопятнистый глобрюх, способен строить такие необычные гнезда, что это свойственно только данному виду. Но в 2018 году очень похожие постройки были обнаружены у западных берегов Австралии. Пока еще ученым не удалось зафиксировать, что, вероятно, это какой-то близкий вид, относящийся к этому же роду. Но зафиксировать, что за вид конкретно, строить такие гнезда у берегов Австралии, пока не удалось. Но думаю, что такое открытие и описание не за горами. Оказывается, не только люди реагируют, видимо, на те самые тотродотоксины, которые могут содержаться в том числе и в коже иглобрюхов. На это же реагируют и некоторые виды животных. По крайней мере, было отмечено уже несколько раз, что дельфины ловят такого иглобрюха, он раздувается, и дельфины играют им как мечом. Причем они его прикусывают неоднократно и, по всей видимости, получают какие-то необычные, вероятно, приятные ощущения от того, что при такой игре получают какую-то очень маленькую дозу тотродотоксина. Так что, видите, оказывается, яд, он может вызывать такие необычные эмоции не только у людей, но и у некоторых животных. Ну что ж, друзья, пожалуй, на этом все. Я надеюсь, вы не забыли подписаться на наш канал и поставить нам свой лайк, если вам понравилось видео. И, конечно, приходите в музей. У нас есть и глобрюхи, и рыба ежи, и рыба луна, и много всего другого интересного, о чем мы еще не успели вам рассказать. И, пожалуйста, не забывайте писать свои вопросы в комментариях, мы постараемся на них ответить. Всем хорошего дня, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok